Бисмилляхи рахмана рахим. Вот читающая молодежь, правильно? Хамзат, ты знаешь вообще первый аят из Корана, как звучит? Кто знает? Знаете, как звучит? Ихкора. Бисми Раббикаллазии халак. Машаллах, даже процитировал. Какой молодец, Абдулла. Вот смотрите, что означает, Абдулла? Читай во имя Господа твоего. Читай. Самое первое откровение, которое в Коране Всевышний говорит, это слово читай. И это отратно, это хорошо, что наша молодежь сегодня начинает читать. Но сегодня читающая молодежь тоже с определенной информацией сталкиваясь, не могут в определенных вещах разобраться. Очень много правды нам предлагают, но мы знаем, по сути, правда всегда она одна. И вот здесь нам хотелось бы, конечно, чуть-чуть с вашей помощью тоже, чуть-чуть поразмыслить сегодня. Я даже назвал сегодняшнюю передачу, можно назвать час размышления. Почему час размышления? Потому что в изречении пророка Мухаммада, в изречениях наших праведных предшественников всегда говорили они, час размышления лучше, чем 70-летнее поклонение. Вот представь себе, ты намазы делаешь, ты посты соблюдаешь. Чем вот и все, один час поразмыслить, это лучше. Был такой сподвижник по имени Абу-Дарда. Его жены, когда спросили супруги, чем самый лучший видом поклонения, которым занимался Абу-Дарда, твой супруг, величайший сподвижник, что было, она говорит, это размышление. Он укромно вместе сел и он размышлял. У нас есть разум, и мы должны размышлять. Пища для разума есть информация, которую мы впитываем, и она не всегда бывает правильной. Но правда, она всегда одна. Теперь, антиутопию вы наверняка читали, да, литературы всякие, да, например, Оруэлла тот же, да, например, Брейдбери. Вот если посмотреть, утописты вообще тех времен, если их так можно назвать, тех времен, чего они боялись. Некоторые из них боялись, что люди вовсе перестанут вообще читать. Они боялись, их в книгах это отражается. Некоторые боялись, что вообще книги будут под запретом. По Фаренгейту Рея Брейдбери, кто читал, знает, книги сжигались, да, он такое видел будущее, что скоро вот запретят даже книги читать, посыл, а он такой. Некоторые боялись, что информации будет настолько много, что человек не сможет это все осилить, эту всю информацию. И мы живем на самом деле информационный век. Пророк Мухаммад еще в своих изречениях говорил, наступит время информационного века, наступит. Фащи-ул-калям говорил, распространится к Аллам-Пиро информация. Сегодня мы вступили в информационный век, где постоянно мы под шквалом информации с утра до вечера, мы впитываем, 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 и сами, не знаю, фильтров у нас нету, и формируется внутреннее убеждение. Внутреннее убеждение, стержень, когда формируется, это убеждение, уже есть такая арабская поговорка, аль-инсану юкаду мим баатнихи, человека двигает его внутреннее убеждение. Зачем вы сюда пришли? Это вас заставило сюда в ваше внутреннее убеждение, потому что вы считаете, что вашим долгом участвует в социальных каких-то проектах, движениях, развитии и прочее. То есть внутреннее убеждение человеком движет. Теперь есть такой астрофизик Стивен Хокинг, наверное, кто читал, знает. Он в своей книге «Мир варихаевской руке» пишет, если наука, информация начнется, она будет продолжаться развиваться в том духе, как она сейчас развивается, если она продолжит свой экспоненциальный рост, как сейчас растет, уже в 2200 году он говорит, только в моей теоретической физике там 7 научных статей, чуть не в каждую минуту будет выходить. Как эту всю информацию, например, освоить? Представьте себе, книги сжигать никто не стал, прогнозы Рея Брэдбери по Фаренгейту через 51, они как бы не осуществились, но осуществилась какая идея основная? Что информации настолько много, и человек не может в этой пучине информации выбраться, например, он тонет в этой информации, и здесь уже у него формируется определенное внутреннее убеждение. Он начинает вещи, говорит, которые вообще в разрез идут к дагестанскому обществу, культуре, даже религии где-то, например. Появляются какие-то сообщества, которые пытаются отличиться вообще от большинства, и они всегда, например, где-то говорят, что это правильно, это нужно, говорят, что правда, например, апеллируют именно к каким-то аргументам и так далее. И сегодня молодежь, сегодня мы видим в школах работы, в том числе, что наша молодежь сталкивается с такими определенными вещами, проблемами, с вопросами, и не всегда они получают ответы. Теперь мне хотелось бы немножко, конечно же, поговорить, я как вначале сказал, именно апеллировать именно к разуму, чтобы мы чуть-чуть поразмыслили. Разум – это самый ценный дар, который Всевышний дал человеку. Давайте чуть-чуть поразмыслим, поэтому я сейчас буду вам чуть-чуть вопросы задавать, поэтому вы участвуете. Вот из всех живых существ, как вы думаете, какое живое существо, которое превзошло вообще из всех живых существ, он особенный? Это человек. Человек. А вы как думаете? Человек тоже думал. Все, все единогласно, что человек на самом деле. Тогда у меня следующий вопрос, я хочу поразмыслить чуть-чуть. Человек – самое или сильное существо на Земле человека? Физический лед. Физический лед. Физический медведь. Физический. Еще тысячи животных, я вам могу перечислить, которые по физической силе превосходят. Получается, животное вообще по всем параметрам, по скорости, там сотни животных есть, которые по скорости человека превзошел. Если сказать, даже некоторые, даже говорят, человек умеет строить. Хотя маленький воробей даже может клювом без рук и без ног такое гнездо построить, которое человек может удивиться даже ее строению. Дамбу строить, слепые там бобры, да, дамбу строят. Теперь, а по каким критериям тогда Абдулла человек превзошел? По разуму, по размышлению. Разум, размышлению. Все согласны? Да. Все правильно согласны. Именно разумом. Человек благодаря разуму себе подчинил царя зверей и заставлял в церкви под щелчок через кольца прыгать, представить себе царя зверей он подчинил себе благодаря разуму. Теперь у нас есть разум, и мы разумом выделены над всеми другими творениями. Человек своим разумом превзошел. Теперь следующий такой вопрос. Теперь я хочу вот здесь, чтобы вы хорошенько подумали. Вот хорошо и плохо. Вот это что такое хорошо и плохо? Вот мы говорим это добро и зло. Давайте возьмем добро и зло. Хорошо и плохо. Человек своим разумом может определить что есть хорошо, что есть плохо. Мне кажется, на своем личном опыте он точно не может знать что хорошо, что плохо. он может понимать, как-то представить ситуацию или же обратиться к своему прошлому опыту или же послушать других людей, но пока он самостоятельно не поймет совершив ту или иную ошибку хорошо это или плохо, он не поймет. Он предпочитает. Предпочитает. Хорошо, смотрите. Вот хороший ответ, Фатима. Вот смотрите, Хамзат, ты сказал, что человек разумом может. даже, вот теперь такой вопрос. Представь себе, есть такая вещь, вот если ее покурить, человек одурманивается, наркотическая какая-то трава есть, если ее курить, твой разум на это что говорит? Это хорошо или плохо? Плохо. Плохо говорит, даже? Нет, вообще будет правильная ответ, потому что уже она одурманивает и разум уже привык к этому и получается он не понимает. Да, и разум уже привыкает и, ну как сказать, и плохо, и хорошо. Искажается? Да. Искажается, вот правильно. Вот смотрите, разум есть у нас, мы говорим, хорошо, плохо. Разума мы четких границ вот так обозначить, разделить. Вот это плохо, вот это хорошо, наш разум не может. Почему, знаете? Потому что понятие добра и зла, понятие морали, понятие хорошо-плохо, это все, как Фатима правильно заметила, это субъективная вещь. Вот, например, вот я видел человека, который я говорил, слушай, он на улице я увидел, он человек без постоянного места жительства, он пьяный, грязный. Я говорю, слушай, я подошел, решил подойти к нему, я говорю, слушай, зачем ты себя до этого довел? Ты же плохо делаешь себе. Этот человек, он пьяный, он выпивает, у него дома нет, он на улице спит. Он говорит, я кому что-то плохое делаю, да, например, вот у него же разум есть, а где его разум? А что с его разумом не так? Вот я недавно встречался с людьми, вот один хороший знакомый, он из Европы приехал, недавно я с ним разговариваю, как европейцы живут. Я говорю, как наши земляки живут в Европе? Говорит, наших ребят очень сильно, вот это губит, говорит, что в Европе легализованы, вот эти всякие наркотические, курительные смеси, и многие наши земляки начинают употреблять и уже начинают, как бы, да, в плохую сторону уходить, да, привыкать начинают. Вот что с этими людьми? Они же тоже есть разум. Почему они легализовали? Почему они сказали, это хорошо, это нормально? Потому что четких границ разум, это все субъективно. То, что ты называешь плохим, я говорю, а мне хорошо, мне нравится так. Кому я плохое делаю? Мне нравится лично. Чего ты говоришь, это плохое, это не делай. Слушай, мне нравится, моему партнеру нравится, а что такого плохого? Поняли, да? То есть, человек, вот это разум будет подгонять, вот вы сказали, предыдущий опыт, вы правильно заметили, это и перефразировав, можно сказать, под свои внутренние страсти, что человеку нравится больше, он под нее будет подгонять понятие добра и зла, он четкие границы не может поставить. Теперь получается, что разум есть, превзошли все творения, человек на земле, творение, особенное творение, которое человек же может зло тоже делать, правильно? Человек может созидать, может разрушать, тогда вопрос возникает, а как так тогда? А что человеку тогда делать? А по каким критериям он должен оценивать, если он четко по разуму тоже не может? Что такое хорошо, что такое плохо? Это Достоевского, есть такие слова, к слову, да, еще закрепляя то, что мы сказали, разум подлец оправдает все, что угодно. То есть, мне нравится, что это вещь, даже плохое она, общество это считает плохим, ничего тут плохого нету, я даже буду аргументировать, что это нормальная вещь, понимаете, почему? Потому что под моей плотской страстью она вписывается идеально, да, например, разум подлец оправдает все, что угодно, это Достоевского слова. Еще раз, еще один пример приведу, у одного спросили, что такое зло? Он сказал, зло это когда соседние деревни на нас нападают, грабят, с трофеями возвращаются домой. А что такое добро, ему сказали? Добро это когда мы нападаем на них и с трофеями возвращаемся домой. То есть, понимаете, вот приблизительно основной посыл, разумом человек, хоть бы, какой бы идеальный человек, существо не было, какой бы суперумным не было, понятие добра и зла, понятие относительные, это, они субъективные. Теперь, что теперь надо делать человеку? Это же вообще хаос, 7 миллиард человек на земле и четких границ нет, что добро, что зло, это же вообще сумбур, хаос, на земле же бардак может начаться, люди начнут убивать друг друга. Что? Теперь здесь есть такая подсказка некая, давайте чуть-чуть урок физики. Мой любимый предмет был, у меня даже на Олимпиаду пролил по физике. И, вот вы меня сейчас видите все даже? Да. Ахамдуллах, видим. Благодаря чему вы меня видите? Благодаря зрению. Благодарю зрению. Зрению. Глаза есть. И свету. Смотрите сюда. Чтобы видеть, одно лишь наличие глаз недостаточно. Если сейчас полностью свет отключить, полный мрак сделать так, чтобы сюда ни одна частица света сюда не попала, вы сможете меня увидеть? Нет, конечно. Не увидеть? А почему у вас же глаза есть? Все равно. Почему? Но все равно. Потому что света нет. Потому что света нет. Мы знаем по физике, свет что такое? Это когда видение что такое? что мы видим, когда, например, свет отражаясь от объектов, попадает в наши глаза. Вот за счет этого мы видим. То есть, чтобы видеть, здесь нужны два компонента. Здесь нужны сам предмет, глаза, чтобы видеть. Теперь и свет разуму, чтобы видеть, что такое хорошо, что такое плохо, вот такой же свет нужен. Вот пример аналогично с глазами. Вот смотрите, свет выключен, нету. Вот нету света, и разум блуждает в мраке. А куда? А что это? Хорошо, плохо. Ну, мне нравится, я сделал. Не нравится, не сделал. В обществе принято, я сделал. В обществе порицается, я не сделал. Человек блуждает во мраке невежества, когда разум есть, сильный инструмент. Мощный инструмент, у него разум дан. Ну, что такое хорошо, плохо, он не может, свет нужен ему. Теперь, вот с этим светом Всевышний отправлял на землю пророков. Посланников. Арабское слово, человек, как будет на арабском? Инсан. Инсан, правильно. Уже даже на национальных, наших языках, даже инсан говорят, да? Инсан. Арабское слово, это инсан. Инсан от слова корень, унс. Корень, это слово, унс, быть увлеченным. У тебя бывает, какой-то кумир, которого ты пытаешься копировать, подражать, тебе он нравится, или футболист, это боец, это какой-то ученый, это твой отец, у каждого из нас, у меня в детстве был Джеки Чан, я там прыгал после фильма, хотел как Джеки Чан драться, хотел научиться, даже на кунг-фу записался, думал, сейчас я в воздухе научусь драться, например. Поэтому у каждого человека бывает свой кумир, это инсан так создан, он пытается пример брать в ком-то. Теперь для нас Всевышний отправляет людей, которые они безгрешны, они греху не совершают, ты за ними можешь брать с них пример, с закрытыми глазами, уверенно можешь, за любимым из них можешь последовать. Они приходят, вот мы же знаем, например, у этой камеры, как ей пользоваться, есть инструкция, первый раз человек открывает, смотри, где аудио, куда инструкция бывает даже? У телефона, у часов, у каждой вещи всегда инструкция. Всю есть инструкция. Такое сложное творение, как человек, которому дан разум, неужели инструкции нет? Есть ему тоже инструкция. Всевышний отправлял посланников с инструкцией, и вот эта инструкция есть четкий, вот этот свет для разума, как для глаз светлым является, для нашего разума, таким же является это писание, которое через пророка Всевышний отправлял, который освещает дорогу. А, вот она, а, все, вот четкая граница. Все плохое, то, что Всевышний назвал плохим, который нас сотворил, который нас, как Всевышний наш создатель, который нас создал, как он наше творение, свое творение, лучше кто может знать? Мы можем, конечно, изучать сегодня по психологии человека полностью вдоль и поберег. Сегодня мы видим, чем больше этих психологов, тем плачевнее даже картина становится у нас, ну, не улучшается. Почему? Потому что люди самый главный источник всех решений, всех проблем. Вся психология, вся физиология, вся бытие, там все содержано в этой инструкции, там все прописано. Вот он свет, вот он дорогу делает, вот она четкие границы. Вот это плохо, вот это хорошо. Плохо все то, что Всевышний назвал плохим, хорошо все то, что Всевышний назвал хорошим. Поэтому вот это четко мы должны понимать, что для нашего разума, как для глаз, является светом, видеть, что должен быть свет, вот таким же, чтобы видеть, что такое хорошо, что такое плохо. Для чего я здесь на Земле? Самые фундаментальные вопросы, мы сейчас потихоньку подошли. Людей всегда, что миллионы лет, не имеет значения, что через миллион лет в будущем всегда людей будет волновать, им не дает покоя, вот это внутри заложенный вопрос, откуда я пришел? Зачем я здесь живу, на этой Земле? Куда я после смерти? Почему я умираю? Вот вопрос, который ставит в тупик любого человека, который размышляет над бытией. Потому что, если мы поймем, откуда мы, для чего мы, и куда мы после смерти идем, значит, этот человек понял смысл своего существования. Вот смотрите, вы в школе учитесь, я просто разное от школьников слышал. Вот возможно, вы даже, вы же, как одни из лучших представителей, да, ваших школ, активисты, вот возможно, вы слышали от ваших одноклассников, да, одноклассниц, не имеет значения, зачем я живу на этой земле? Вот этими вопросами. Может, вы еще, рано для вас, вот этот вопрос, вы, наверное, может даже не задумывались, но поверьте, с возрастом, это вопрос, который не дает покоя, никому, живущих на этой земле, человек. Почему? Потому что, почему этот вопрос зарождается, тоже я вам объясню, один тонкий момент. Всевышний сотворил Адама в раю, из рая вывел и на землю, хотя Всевышний изначально сказал, в Коране говорится, я хочу сотворить на земле наместника. Всевышний сказал, что Адам, первый человек, будет на земле, но он в раю Всевышнего сотворил, потом на земле оказался, получилось то, что получилось, и он оказался на земле. В чем мудрость того, что Адам был в раю? Вот наша с вами кровь и плоть, наша ДНК, мы миллиардная копия Адама, наша кровь и плоть и наша ДНК, она пропитана райским, потому что наши вот это все когда-то в раю был, Адам был, поэтому вот этот вопрос, я слышал даже, когда Аватар же видели фильм, да, в Америке, говорит, очень много, какая-то процентность людей, депрессия началась, почему? Что это за жизнь? Вы же видели Аватар, фильм, такие красочные, жизнь там, они летают, так красиво они все зарисовали, и они у них в депрессии, они, я в этом мире живу, каждый день просыпаюсь, работаю, живу, кушаю, просыпаюсь, работаю, кушаю, сплю, просыпаюсь, для чего вот это каждый, как день сурка повторяется, зачем это все, для чего я живу, ответа нету, и вот у них вот это, знаете, вау, вот Аватар, вот рай, скажи, вот там рай, почему у нас такой жизни нету, вот это внутри, у каждого человека заложена вот эта, вот эта тяга к раю, потому что наш отец уже был в раю, поэтому человек всегда вопрос задает, куда я иду после смерти, зачем я умираю, можно тысячи раз философствовать на эту тему, можно что хочешь говорить, мы, вплоть до того, что мы произошли, там, от обезьян, и никакого смысла нету, мы можем тысячи сетей вещей предполагать, говорить, что это даже из инопланетян залетела гипотеза панспермии и так далее, можно философственно, но, как бы мы ни крутили, как бы себя не пытались обманывать всякими философскими, там, идеями, воззрениями, на эти вопросы, ответы человек никогда не получит, кроме как, если он, ответ мы не посмотрим, а того, кто нас создал и не скажет, вот смотри сюда, вот к примеру, мне принесли сейчас, скажем так, вот давай там, пирожное покушай, вот я, пирожное кушаю, и я, соответственно, логично задаю вопрос, для чего мне пирог сделали это, для чего пирог сейчас принесли, поэли, вопрос я, почему, зачем это, теперь, из уже имеющих у нас опыта, научных достижений, куда мы сегодня достигли, я могу вот этот пирог до атомов разобрать, раскрыть, сказать вам, из чего она состоит, сколько процентов здесь там, например, белки, жиры, атомы, молекулы там, современная наука сегодня позволяет заглянуть уже в этот пирог и вдоль и по пирог изучить, я могу вам ответить на любой вопрос, связанный с этим пирогом, из чего он сделан, из ее состав, как он работает, все могу сказать, но на один вопрос сегодня, я использую науку, не смогу дать вам ответ на один вопрос, какой вопрос, зачем он вообще этот пирог сделал, если мы хотим ответ получить, зачем этот человек, который мне сейчас пирогом угостил, зачем он этот пирог сделал, это значит, надо у него спросить, друг мой, зачем ты этот пирог сделал, зачем ты ее дал, задаваясь этими вопросами, сегодня астрофизик, Стивен Хокинг, я просто постоянно его, почему ты все равно, потому что, как бы, его книги я люблю читать, и много книг его именно читал, и у него есть такая книга, мир во верху в скорлупе, он говорит, вопрос, кто и как вызвал вот этот большой взрыв, весь мир, они философствуют, что это мир большой взрыв и прочее, и такое, в итоге, в любом случае, любой разумный человек, у нас же разум есть самый мощный инструмент, мы сказали, всегда мы понимаем, что вещь появилась, ей должна предшествовать что-либо, которое стало появлением ей, то есть причина должна быть обязательно, у каждой вещи бывает причина, теперь идем, 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 хорошо на большом взрыве остановить, вот первая причина, отсюда появилась, а что вызвало большой взрыв? Стивен Хокинг говорит, это вопрос, по-видимому, лежит за пределами науки, говорит, и сегодня наука навряд ли сможет ответить на этот вопрос, это и логично, это и понятно, и ясно, почему, потому что, чтобы понять, кто же из-за, кто вызвал вот этот большой взрыв, это значит спросить у того, кто вообще вызвал этот большой взрыв, кто сотворил это все в таком порядке, удивительно, это гармония, Солнце, Земля, идеально все крутится, шаг с орбиты, если, например, да, она сблизится чуть-чуть, да, жизнь на Земле невозможно, отойдет, это, есть такая книга, астрофизика называется, Нил Дегрос Тайсона, он приводит в своей книге, что наша Земля находится, пояс златовлаский, настолько идеально, все пропорции, настолько выверены четко, что чуть-чуть смещение на Земле, жизнь невозможна, это пояс, где только в этом месте, где Земля крутится вокруг Солнца, это пояс златовласки, хэббитабл, зон назовет ее, только в этом месте жизнь возможна, то есть в других местах жизни реальна, то есть вот так идеально, это все же сделано, да, хоть изрыв, понятно, это все, но порядок есть, да, хотя физика нам говорит, что все идет от порядка к хаосу, как бы ни говорили физики, в разрез всем законам физики, вот это все есть, она появилась, ее создал могущество, своим могуществом Всевышний Создатель, и нас сотворил, и сказал инструкцией, для чего мы появились на этом свете, и дал каждому человеку представить себе, у нас есть вот эти страсти, которые мы хорошо, плохо под своей страстью же подгоняли, сказал, вот это в вашем внутри, самая большая сатана говорит, Фахрудин Рази говорит, что это тот эго, который внутри тебя сидит, если его ты не будешь контролировать, он вверх возьмет, все уже, для этого, чтобы мы научились, каждый из нас контролировать свое эго, Всевышний отправлял пророков, инструкция, где четко написано, вот это хорошо, вот это плохо, в чем смысл нашей жизни, Всевышний в инструкции сказал, посмотреть, кто из вас будет совершать благочестивые поступки, то есть, Всевышний дал нам жизнь, и Всевышний ее забирает, мы знаем, когда близкий человек умирает, желательно говорить такие слова, все мы принадлежим, Всевышнему Создателю нашему, Всевышнему Аллаху, и к Нему наше возвращение, вот это есть смысл нашей жизни, смысл не заключается в том, что брать от жизни все, почему тогда не берешь, почему умираешь тогда, мы всегда, чтобы понять вообще смысл нашей жизни, насколько у нас правильные ориентиры, в правильном правильном, что вот это мой смысл жизни, чтобы сказать, надо всегда два вопроса задавать, первый вопрос задать себе, я это получил, я смысл моей жизни, вот стремиться, заработать там миллион, миллиард и прочее, ну, прицем мысленно, я заработал уже миллиард, что ты получишь, ли вот это удовлетворение, которое ты всю жизнь гонялся за этим, это первый вопрос всегда, вот Майк Тайсона, знаете, боксера, это человек, который один из самых молодых, чемпионов, среди тяжеловесов, вот он говорит, вот сейчас видите ролик в ютубе, тоже если вы наберете, увидите, он ходит с гостем, показывает, говорит, вот все мои пояса, которые он заработал, там отвоевал, там в течение своей молодости, он чемпион мира, это титул, весь мир его известен, вот вроде цель всего добился в жизни, он теперь в возрасте 60 лет, ему, наверное, сейчас, я не знаю, сколько ему лет, он говорит, представляете, говорит, все это время я дрался ради этого мусора, и он вот так, эти пояса вот так делает, я все это время дрался ради этого мусора, если бы у него 20-летнего майка спросили бы, в чем твой смысл жить, он сказал бы, мой смысл жизни, добиться всех высот, которые можно достичь в боксе, даже, вот он достиг теперь, старый след говорит, ради этого мусора, я всю свою молодость потратил, может, мы тоже будем, какую-то свою драгоценную молодость тратим, ради того, сейчас считаем, вот смысл моей жизни, а в итоге, 40 лет будем говорить, в лучшем случае, если доживем, ради этого мусора, я потратил, потому что мы на тот свет ничего не заберем, на тот свет ничего с собой не заберем, второй вопрос, который, я же могу сегодня тоже умереть, правильно? в любой момент мы не знаем. Я могу умереть, никто не знает, когда он умрет, поэтому мы должны быть готовы всегда к этой встрече, к встрече с Всевышним Создателем нашим, которым мы после смерти к этому идем, и по сути, что мы с собой отцу унесем, унесем мы только благие деяния, а какие благие деяния? Всевышний сказал, вот это хорошо, вот это плохо, и за каждый человек будет нести ответственность. Сразу же говорю, вы, важно столкнетесь, вопросы тоже у вас наверняка будут, почему здесь такое плохое происходит, почему бы допускается и так далее, это дом из питания, здесь хорошее и плохое бывает. Почему? Потому что, это знаете, как вот, в фильме же сериалы смотрите, вот, например, бывает, главный герой там, вроде его зажимают, там, притеснение, там, он мучается и так далее, и все, фильм закончился, какая досада, фильм закончился, главный герой погиб, злодеи выиграли. Ну, осадок остается в сердце, сутный день будет, где каждого поднимут, это уже второй сезон, завершающий сезон, где каждый человек получит по-своему заслуку. Сутный день, это заключительный сезон, где каждый получит по-своему заслуку. Все, что в этом мире человек творил, хорошее, плохое, он найдет в этом. Человек, который в частицу, в размере частицы, кто совершит благой поступок, он в судне найдет ее, кто в частицу плохой совершит, он в этой судне найдет это. Поэтому, вот так вот, в общем, такое вроде у нас небольшое введение, хотелось, заодно большое получилось, если у вас есть вопросы, поэтому задавайте, рад буду ответить. То, что мы знаем ограничено, то, что не знаем бесконечно. Субтитры создавал DimaTorzok